всем привет вы смотрите канал александра плющева обязательно подписывайтесь ставьте лайки меня зовут татьяна фельгенгауэр и здесь я представляю проект кто такой и сегодня мы узнаем ху из мистер потапенко я думаю что вы прекрасно знаете дмитрия потапенко но может быть не все детали его прошлого вам известны не сказать что дмитрий валерьевич был сильно расположен вспоминать прошлое но кажется что-то удалось обсудить я не понимаю что такое с третьего класса я уже начал фарцевать тут надо прямо выпить весьма неплохо знаю что такое советский союз когда тебя скорпион бьет бьет в руку концепция именно вот здесь и сейчас курить за гаражами закончил во втором классе по бегать по плитам на это было называлась такая прогулка у нас на сету не было тоже приблизительно так так гулялась и в кружок по радиотехнике хожу до сих пор паяльник вот чуть левее нашего компьютера своими народами надо исходить что как якобы существует выбор а я и скажу что выбор это недостаток информации вот такая я тварь не существует ни прошлого ни будущего существует только настоящий поэтому как-то зачем же себя же обманывать за движение как-то вы стали валютной проституткой просто повезло я никогда в себе точно не ставил цели стать известным публичным и всем остальным прошлого не вернешь да листья листьев был тому яркий пример хороший интеллигентный пацан они туда падают что нет нет такой работы которая в общем грязная и немедленно вылетел спасибо большое дорогой дмитрий валерьевич что согласились со мной поговорить что удивительно ну в общем да ну и тем более что вы как так вот ну сказали что формат не очень ваш вот но при этом почему-то использовали слово исповедь я пообещала что никакого значит формата исповеди не будет будет у нас формат бойцы вспоминают минувшие дни но конечно не могу не задать вопрос что же такого было в вашей жизни что слово исповедь вас так отобращает от себя я вообще в принципе не не очень понимаю разговор о себе любимом ну это как такой дурацкий формат о чем можно говорить но это это всегда ложь твою мироощущение это же в рамках твоего знания твоих ограничений а люди которые даже в той же ситуации они будут и описывать по-другому поэтому поскольку этот формат изначально ложный такой вот мемуары о себе любимом поэтому я его воспринимаю как бесцельно и бессмысленно не более того почему а мне кажется что восприятие самого себя ну во первых интересно понаблюдать меняется оно или нет а во вторых разве вы не анализируете свои поступки в разные периоды времени ступки и действия которые к этому привели можно анализировать но ты-то к этому какое имеешь отношение весьма ты чему-то научаешься как некая машинка и потом ты воспроизводишь некий функционал и можешь анализировать последствия я при этом опять почему я говорю о лжи потому что ты даже у тебя ты не можешь смоделировать стопроцентное попадание в ту же самую систему в то в то же самое время ну то бишь как это не существует ни прошлого не будущего существует только настоящий поэтому как-то зачем же себя же обманывать в какой-то концепции постправды по моему существуете не менее я просто существую в концепции того что к каждый миг уникален вот и все и повторить невозможно вот это даже не концепция постправды концепция именно вот здесь и сейчас прошу как-то четкий к про крыло бабочки то она же не просто так и грянул гром это было действительно так точно так же как и назад в будущее всего лишь чтобы надо было подложить альманах спортивный и там вообще понеслось все так что я вот из этой концепции скажу тем интереснее посмотреть чуть-чуть назад и понятие где в какой момент бабочка махнула этим крыло ну было 10 лет назад 15 20 или 52 год назад но опять-таки ты в этот момент опять-таки это исходить надо исходить надо исходить что якобы существует выбор а я и скажу что выбор это недостаток информации раз выбор недостаток информации ну вот это моя концепция скажем скажем так то нечего анализировать ты можешь просто проанализировать сказать что ну да вот у меня тогда не хватало таких-то таких-то блоков и если бы эти блоки существовали то я выбрал бы сделал бы то то или иное решение но это не означает что эти блоки были полноценно дополняли бы для принятия решения может быть они наоборот были лишними а надо было выбросить там такое-то количество блоков в этом то и есть как говорится эффект бога что почему ему скучно может быть именно по причине того что для него не существует ни добра ни зла вы как давно в такой концепции существует ну ладно прям вот научился говорить ходить и прям уже в такой концепции но не поверю никогда если взять очень отмотать на очень долгие долгие времена на самых первых моих на сайте было в кодекс бусидо первое правило кофта кодекса бусидо в взялах повседневных помни о смерти и слова носи в своем сердце поскольку я в 12 лет и для этой всей фигни увлёкся и увлёкся не просто так не просто там получал какие-то данные всякую остальную требуху а вот именно поэтому в этой приблизительно в этой концепции я живу а как вы в 12 лет там оказались извините в 12 лет все мальчики увлекались каратэ тогда это было нелегально вот и поэтому в общем все все традиционно вся покупал всякую шнягу до сих пор у меня до сих пор эти книжки ротопринтовские существуют которые набиты одним пальцем правой руки на машинке ядрань сам набивал все время вот так что все достаточно все 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 скучно как у многих детей советского прошлого кажется как раз это совсем не скучно ну потому что можно было пойти не знаю там в кружок юного техника можно было пойти курить за гаражами а можно было набивать одним пальцем я уверена что это много времени у вас занимала книжку по каратэ дело в том что курить курить за гаражами закончил во втором классе бегать по плитам это было называлась такая прогулка у нас на сету не было тоже приблизительно так так гулялась и в кружок по радиотехнике хожу до сих пор паяльник вот чуть левее нашего компьютера с вами находит так но из этих трех развлечений вы выбрали главным все таки превратили это уже не в развлечение а вполне себе а вполне себе собственную какую-то идеологию идеология мне кажется что здесь это излишне идеология но какая-то жизненная концепция некая философия внутренняя но она на мой взгляд присущ практически всем просто некоторые от нее уходят и ближе к какому-то там мироощущению вот пошупать лапкой ну все у всех кажется как то в каждом домике свои гномики в общем все все сходят с ума по-своему имеют на это законное право как и я тех пор пока это не мешает остальным абсолютно точно это вот это первое основное фундаментальное правило да это как три правила робототехники классика жанра да абсолютно верно как долго вы за гаражами-то покурили что во втором уже классе закончили это было типа один раз затянулся и понял что не мое класс почему-то меня как-то это вштырило я считал что это прямо круто-круто покупал сигареты бт мама у меня курила он до сих пор покурит но он до сих пор от меня от меня и скрывает и 77 она до сих пор что называется ныкается когда я прихожу на балконе что называется она бычку это очень мило поверьте у нас это у нас это такая семейная она делает вид видимо что я не знаю и я делаю вид что она что я тоже не знаю же извините в семьдесят шестом или седьмом каком году вы были в первом классе в школьник московский мог купить себе сигареты я интересуюсь искренне потому что я родилась только восемьдесят пятом это было непросто но я в общем был достаточно богат в этом смысле я во первых не были неплохие карманные деньги у меня дедушка бабушка все время что-то подкидывали рубль я коллекционировал тогда они где-то работал на почте мне приносил все время юбилейные рубли но они не всегда были юбилейные поэтому в общем пачка бт стоила с рубль двадцать вот так что я мог себе позволить эту всю историю а потом я вообще а уже уже с третьего класса я уже начал называется форцевать были мажорным мальчишкой прямо нет я просто очень увлекался мне очень нравились тогда дональды были такие вкладыши три на три три на три и вот я соответственно очень любил не сами жвачки мне интересны были сюжеты были еще трансформеры но трансформеры это мы уже когда вернулись из ливии отец привез из ливии соответственно я увлекся трансформерами а потом уже но это уже было позже это уже были жвачки turbo уже даже я помню а вы с отцом вместе в ливию ездили ну сначала отец уехал потом нас с мамой туда увезли впечатление производит на советского ребенка другой мир пустыня джоффра вообще производит впечатление особенно когда ты занимаешься тем что стравливаешь фаланг и скорпионов очень прикольно какой-то детский научный интерес был фаланга обычно выиграл там друзья были или только фаланги со скорпионами очень много потому что все таки это был инженерный городок так что там не очень много было друзей но по крайней мере отношение как когда тебя скорпион бьет бьет в руку максимум что можно там отсосать потом просто прижечь сигареты тех пор осталось достаточно члены стоногим философской сколько же вам было тогда лет я думаю просто ну там ребенок формируется в определенном возрасте думаю насколько для вас это было ну как бы судьбоносным не знаю но для меня поскольку для меня это было как-то вот я был 78-79 вот мне было восемь соответственно 9 лет мне было просто любопытно а судя потому что папа инженер зарубежная командировка вот это все и семья у вас была такая очень хорошая хорошая это было не просто потому что чтобы выехать туда было заслужить и потом на этом естественно там заработал у нас появилась машина и квартиру мы поменяли ну так обстановка какая-то появилась зажиточные мы были да зажиточные а при этом я так понимаю раз уж вы форцевать начали еще в детском возрасте вот это вот понимание того что деньги не из тумбочки это тоже как-то родители привели или это собственный опыт но родители слава богу меня не воспитывали они как то как как все дети советских времен за с ключом на шее школу ездил ну типа сын дорогу найдешь мы тебе доверяем все в порядке в ливии со скорпионами не пропал в москве то точно не пропадешь ну по большому счету как-то я думаю что ни у кого не было вариантов сначала мы жили в коммуналке смажка это была наша соседка пьюшая но хорошая главное в туалет было прорваться и и помыться чтобы можно было и чтобы она не спалила комната великолепная жизнь с форсовкой ты как успешно все пошло а вполне когда получили квартиру в хрущевке до сих пор меня есть я настолько нафорцевал ну то бишь на она обменим парцов конечно у нас коннотация всегда такая негативная это была меновая торговля мама клеила этими дональдами по всю кухню стенки у нас обсыпались так это потому что стенки были из говна и палок когда я потом уже делал ремонт уже каких-то там в нулевых аж стенка упала потому что она была попросту говоря не ничем не закреплена вот поэтому вся кухня 5 5 метровая была вот этими дональдами маленькими обклеены в качестве обоев какую роль вообще вот эта вот вся советско-коммунистическая тема играла в вашей жизни пока еще существовал советский союз это было какой-то просто часть пейзажа или это было что-то важно я был командиром звездочки потом я был председателем совета дружины потом я был как ответственным за военно-патриотическое воспитание соответственно в школе и вывел школу на третье место по москве по военно-патриотическому воспитанию потому что делал лучшие на тот момент зорницы по раздорах правда иногда нам прилетало но при этом все что касается разборка сборка автомата за я собирал тогда его по-моему за 18 секунд закрытыми глазами вот это было прикольно срался регулярно с с этими как раз комсомольскими бужаками с одним из очень известных сенаторов меня даже комсомол не принял не принял он лично сильно борзый ну потому потому что был полутора часовой традиционный допрос в 14 лет там всякая байда и он такой весь он и сейчас такой же пружинистый пришел говорит слушайте а сколько орденов комсомол а я поскольку чуть-чуть я парень был действительно резкий я им сказал слушайте какая хрен разница за сколько орденов комсомол я знаю что их там по-моему их семь было вот но важно как как потому что вот собственно говоря школа на третьем месте по военно-патриотическому воспитанию вот поэтому поскольку это было как раз в райкоме в райкоме на деле сильно борзый он внес потом меня приняли конечно комсомол потому что не принять такого красавчика как я невозможно было распринимали уже больше без пафоса по тихому без райкомовских всяких прибуд в принципе у вас никакого внурио конфликта со всем этим вот со всей этой вертикалью не было ну типа вы своей жизнью жили они своей а как бы ну и автомат калашников где-то вам вам вы не лезьте в мою жизнь и все будет вам хорошо и будет вам счастье поскольку я еще как это на конкурсе чечецов места занимал ну то бишь запинать запинать я был таким ботаном до восьмого класса ботан ботан курение за гаражами и нелегальное карате не мешало хорошо учиться и быть еще и отличником так сказать патриотически никак не мешало потому что чем-то надо было заниматься поэтому я поскольку это я в секциях и пропадал я успел там и на музыкалке соответственно шесть лет отрубить по классу а куда делала из вас дмитрий валерьевич получился бы какой-нибудь совершенно потрясающий коммунистический сначала комсомольский потом партийный харизматичный лидер абсолютно точно только при при одном условии что они они бы мне подчинились тут вот есть маленькая ремарчика и тут вот я не очень хорошо встраиваю встраивался в их систему я ее строил свою а вот и их система она мне не очень то есть внутри как бы их отстроенной иерархии вы свою собственную еще систему строили собственно говоря когда ты выводишь в том числе школу на третье место вот такая собственно иерархия конечно когда вот это все закончилось иерархия военно-патриотическое коммунистическое у вас внутри что-то заколыхалось я тоже был комсомольским секретарем а более того я получил пять баллов по истории партии и у нас был очень отлично надо сказать преподаватели это было как раз переломное время потому что я поступал при советской власти заканчивал уже при российской власти это было очень любопытно скажем так поэтому да уже в общем все все рушилось а мы по-прежнему изучали историю партии это было очень очень любопытный переходная вы переходная модель в этом-то и мулька что я видел весьма неплохо знаю что так весьма неплохо знаю что такое советский союз со всех ее сторон и что такое россия современная и насколько там была имитационной модели сколько здесь имитационная модель и там и Там имитировали, здесь имитируют. Там имитировали коммунизм, здесь имитируют капитализм. Фундаментально ни на что не влияет. Вычили с тобой на инженера, и поэтому, причём здесь история партии вообще непонятная. Выпустились-то вы инженером из мира. Обязан, обязан быть. Ну понятно, что обязан просто как бы. Обязан ли ты и при этом ещё испытывать энтузиазм по этому поводу? Вот вопрос. Нет, я был хорошим комсомольским секретарем. Поэтому, когда выдавали степуху, я быстро сразу же собирал все взносы за год. Быстро ставил всем печати. У меня было всё отработано. Потому что взнос, по-моему, был 20 копеек. Я всем говорил, значит, слушайте, пацаны, либо я выношу мозг, соответственно, каждый месяц по 20 копеек, либо вы мне сдаёте по рублю, и я вам за 5 месяцев тут же ставлю печать. И они меня пообожали, потому что я им никогда не ходил на эту тему мозга. Нормальное логистическое решение. Вполне тебе... Ну, да-да-да. Но они совершенно не привязаны к идеологии. Штампики надо было ставить. У меня до сих пор даже профсоюзный билет в кармашке лежит. Я такой красивенький. Он, видите, такой красивенький-красенький. Это мальчик, это мальчик, это я люблю всё. Я так люблю, когда люди готовятся к вечеру воспоминания. Нет, если бы я готовился, на самом деле это просто лежало здесь, когда-то лежит давно уже. Я совсем не готовился. Если бы вечер воспоминаний, я вообще-то ещё школьные фотографии достал. У вас, кстати, на сайте, я обратила внимание, такое количество фотографий, грамот и дипломов вообще просто. Я жду, что тогда там и школьные пусть появятся фотографии. Наверняка тоже было много всего. Очень много я их сжёг. Зачем? Не знаю, почему-то как-то после окончания школы у меня их тоже было несколько, у меня их было несколько пачек, прям фундаментальных пачек, я их сжёг. Не знаю, почему. Как-то расставание с школы какое-то у меня было. А так их у меня было, правда, до хрена. Да и сейчас дофига. Сейчас я их просто на антресоль убираю. Потому что это уже... Это про прошлое, это всё нелюбокое. А в какой момент вы решили, что было бы неплохо попробовать себя в непонятном, чужом и, как мы теперь выясняем, имитационном капитализме? А у меня ничего, фундаментально ничего не помялось. Была фарцовка и жвачка, и потом была фарцовка по грамм-пластинками. Что поменялось? Ничего. Я первый курс очень плохо себе закончил, потому что... Ну как закончил? Я 18 раз сдавал вышку, 21 раз сдавал программирование. Можно? Ну вот, на хорошем счету у проректора, и проректор вас любит, то всё в этой жизни возможно. Даже когда уже второй курс уже, называется, учится, а ты сдаёшь ещё первый курс, то, в общем, всё можно. Питрий Иванович, вот это вы, конечно, с неожиданной стороны сейчас в танце раскрылись. Нет, нет, нет. Нет, я честно могу сказать, что это, если почитать мои даже какие-то иные, я это всегда говорю. Я, в общем, был балбесом. Я до второго курса учился «Здравствуй, дерево», что называется. Только где-то в конце второго курса, это была даже поговорка у нашей группы, когда Потапенко сидит. Чего сидишь? Потапенко халява уже. У меня был метод сдачи экзаменов. Я приходил, узнавал на пересдаче, кто будет принимать из преподавателей, а потом собирал у всех бомбы и задавал вопрос, какой у тебя был билет, и какие задавались дополнительные вопросы. Обычная мат-статистика. Любой преподаватель, в общем, стандартен. Естественно, он не старается изобрести велосипед. Понятно, что он тоже понимает, что, скорее всего, билет ты списал. Он задает дополнительные вопросы. Если ты по дополнительным вопросам готов, то ты красавчик. На свои там три балла ты получишь. Вот такая я тварь. Вообще, это вполне себе тянет на подготовку к экзамену, потому что к этим дополнительным вопросам вы готовились. Я их просто записываю. Ну, они записаны, они на бомбе были. Сейчас мне не помогаете. Хорошо, ладно, значит. Если ты хочешь слепить образ херувимчика, то тут с этим будет сложно. Нет, нет, нет. С исповедями это фигово. С исповедями у меня сложно. Нет, у меня нет задачи ни херувима слепить, ни исповедь получить. Мне история интересная. Мне интересны истории про то, как вот человек до восьмого класса был ботаником, потом перестал им быть, а потом после второго курса решил вдруг опять учиться. Ну, что-то же происходило? Ну, то есть... Это же не просто так случалось. Сложно сказать. Женился я первый раз в девятнадцать, так что все. Поэтому это был, в общем, уже точно был второй курс. Не факт, что я взялся за ум по причине того, что нужны были деньги, потому что деньги точно были не нужны. Я неплохо зарабатывал тогда. Вернее, теперь неплохо, это не сказать ничего. Там рублей 750 по тем временам были офигительные деньги. Я методом промышленного альпинизма. Тогда еще не было такой компании Альпиндустрии. Делал, соответственно, межпанельные швы поклевал. Вот. Так что сказать, что я взялся за ум по причине того, что что-то произошло. Нет, просто посчитал, что беготня с пластинками – это геморрой. А регулярный бизнес просто надо регулярно и учиться, просто распределять время. Плюс ко всему я работал на нескольких работах. Это было достаточно тяжеловато. Три-четыре работы обычно было на месяц. Вы помните момент, когда вы почувствовали, что вы прям богатый человек? У меня никогда такого не было, да и не будет. Слово «богатство» не очень понятно. Оно никак не воспринимается. Может быть, есть какие-то собственные представления о том, что такое богатство? Не знаю, когда там все однокурсники, не знаю, там две сосиски на 15 человек, а у вас там, не знаю, четыре бутерброда с сыром с собой. Богатство? Я не сравнил себя с однокурсниками. Бог милого, в общем, были ребята и побогаче. Некоторые из них ушли в бандиты, вроде бы там живы. И у них машина, например, появилась собственная. Но она была лучше, была там, по-моему, у Валеры Грушина, он купил пятерку тогда. У меня была 27.0.13, а он тогда пятерку купил. Его там привязывали вроде как к братве, но я не уверен, что это было так. Я думаю, что он просто был спортсменом и не более того. Кстати, про карате, которым вы так серьезно занимались. Не было вот этой вот развилки, уйти куда-то в сторону, не самую легальную, да. Ну или, наоборот, совсем спортивную. Ну, непонятно, что тут тоже зависит от критерий. В 93-м году я получил первые данные в черный пояс из-за рук японского мастера Танако Токенари. А в 95-м я уже получил, потому что мне было 25 лет, я получил. Это, кстати, тоже висит на, там, например, на странице ВКонтакте, я получил на судейскую уже категорию. Поэтому это уровень или не уровень, не знаю. На мой взгляд, это, ну там, ну и там какие-то были, там, я что-то выиграл, там, не ахти как много. Как спортсмен, на мой взгляд, я фуфло. Вот. Так что в этой части уйти куда-то не срослось. Как вы стали валютной проституткой? Просто повезло. Вот у меня такой везения не было. А было вообще везение какое-то? Или вы вообще не верите в категорию везения? Я верю в категорию везения, но в лотереях мне не везет. Значит, везет в чем-то другом. Ну, просто каждый из нас не может это оценить или это отличить. Потому что я еще был все-таки не просто так в управляющем казино. Когда это вы успели еще побыть в управляющем казино? Я работаю, я учась на дневном институте, я, собственно говоря, работал на четырех работах. Я был помощником прозектора в морге, санитаром в психиатричке. И, соответственно, управляющим казино. Сначала просто дилером обычным, потом питбосом, а потом уже управляющим казино. Казино-казино или казино-казино? Оно принадлежало Лотере Витальевичу Кунтеришвили. Я шестую полицейскую академию вот этих Маузера и всех остальных видел ближе, чем даже вас в дни встречи нашей на «Эхо Москвы». Я видел ближе, чем можно было бы себе предложить. Знаете, напрашивается, Дмитрий Валерьевич, вопрос. Кого же интереснее было видеть так близко? Вот этих людей, пациентов в психбольнице, где вы были санитаром? Или, так сказать, клиентов морга? Поскольку я мало спал, часа по три, по четыре, мне тогда, правда, хотелось определиться, денег в том числе. Я не видел особого перехода между клиентами казино, к коим относился, например, там, Иосиф Давыдович Кобзовым. И же огромное количество людей, но не находящихся где-то кто-то в другом мире, кто-то находится в органах власти, включая в том числе, например, Влада Листьева за сутки до того, как его пристрелили. Это я с ним играл за столом. Так что я могу сказать, что это были звенья одной цепи. Вроде в психбольницу никто не попал, нет? Или я не уследила? Психиатрически, слава богу, никого не было. Там просто я был физически креп, и там всё достаточно банальная история. У нас в институте на 120 мальчиков было 6 девочек, а второй мед не очень далеко находился. Естественно, я приезжал туда, что называется, тусануться с девчонками. А поскольку там были пацаны, то пацаны мне предложили случай, вот у нас тут есть, можно как-то сутки отработать. Я же говорю, ну я же не с образованием, мне говорят, а там образование не надо, там надо просто вовремя смирительную рубашку застёгивать уметь. А мальчики крепкие. Так что никакой интриги в развитии моей карьеры нет, было вообще, от слова совсем. Да, это не про интригу, это про отношение к разным работам. Ну, я как-то не боялся пачкаться. Считаю, что нет такой работы, которая, в общем, грязная. И какую из этих работ считаете грязной, я прошу прощения? Ну, работа в морге, она, в общем, подразумевает некоторое видение и убирание, особенно помощник-проектора, в общем, выбирает, особенно как, ну, я не знаю, как сейчас, я думаю, что такого нет, а тогда в конце 80-х, начале 90-х было сложно с, в том числе, с материалом, и зачастую, когда ты вынимаешь кишки, которые вспухают у человека, то обратка забивалась, ну, вплоть до того, что бывали времена, когда и сеном обычно. Ничего себе. Были разные, и разные, опять-таки, были люди. То есть, когда тебе нужно просто выдавать тело, в общем, бывало и такое. Не могу сказать, что это часто, потому что в основном все-таки трупы привозили в нормальном состоянии, но всякое бывало. 90-е были сложные, и в том, что были, самые были сложности у патологоанатома, потому что им надо было делать заключение. А когда у тебя под ворот приезжала братва, а если у тебя труп, например, стрельный или сожженный, мы все понимаем, что труп криминальный, то патологоанатому очень непросто, ему же надо как-то и жизнь сохранить. А поскольку расчета на легальную власть тогда не очень много было, очень непросто. Ну, а наш номер 16, если не отсвечиваемый, там никто. Ну, никто. Так, хорошо. У меня тогда, знаете, какой вопрос. Нормально ли вам было в позиции номер 16 и сиди да помалкивай? Потому что все, что до этого вы про себя рассказывали, это человек-лидер, который строит свою систему и сам говорит, что, типа, вот будет вот так, смотрите, ребята, сейчас все идут за мной. И тут, на тебе, пожалуйста, номер 16, сиди да помалкивай. За мной, а это как песня Высоцкого, это не значит, делай как я, выбирайся своей колеей. Это значит, что я строю свою систему. Я никого никуда не веду, и я никогда никого никуда не вел. Не-не-не. В смысле? Делать классные зорницы и быть вот этим вот... Это все-таки лидерские качества. Инструментарий. Не-не-не. Это вот инструментарий. Можно это делать, а можно не делать. Ну, то есть это точно не... Это сорганизовать кого-то, но это не означает, что потом этих людей сопровождать. Фундаментально я как-то по своей психике никак не поменялся с тех пор. Как можно управлять большим бизнесом, не думая, что ты людей куда-то за собой ведешь? Элементарно. Ты делаешь то, что ты считаешь нужным, ты распределяешь им какой-то функционал, а дальше они хотят как-то быть вот в этом мейнстриме. Да, они с тобой. Нет, с пляжа. То есть в этой концепции, в принципе, вполне нормально, что на данный момент вот твой функционал быть номером 16. Абсолютно. Хорошо, не очень понятно только, где здесь часть с амбициями. Я, да, с амбициями как-то... Я вообще не очень понимаю сие слово, амбиции относительно чего или... Желание добиваться успеха, давайте так. Тут надо тогда определить критерии успеха. Вы сами на версии их задаете. У меня вот нет такой планки, честно скажу. Я не понимаю, что такое успех. Вы лукавите, конечно, потому что если... Нет, я не лукавлю. Ну, смотрите, человек с таким количеством всевозможных наград, грамот, достижений, человек, который выступает публично довольно много, наверное, примерно представляет себе, что такое успех. Ну и вы... Это очень важный ремарм. Не жертва обстоятельств. Я не жертва обстоятельств, но при этом я действительно сжёг все свои награды, а остальные награды лежат на антресоле. То есть у меня нет как-то парадной пионерской такой стены, где лежат все эти... Они вот там где-то вот там сложены. Некоторое время назад дети у меня на них, как называется, рисовали на этих наградах. Хорошо, давайте. Вот это вещественное доказательство достижений разных лет убрали. Так, отодвинули. Хорошо. Не держимся за это. Хорошее качество. Но топ-менеджер такой компании, основатель топ-менеджер такой, сякой компании, участник таких форумов, здесь, значит, выступил, там, значит, в глаза правду матку самому страшному человеку на земле сказал. Тут, значит, статью написал, там на Ютубе миллион человек вокруг себя собрал. Так. Это же, наверное, результат того, что вы ставите какие-то цели? Нет. Почему нет? Потому что я не ставил цель никогда выступать публично. Это побочный эффект от моей профессионной фоа. То есть моя публичность, это такой выплеск избыточного, как это, горшочек, чтобы не порвал крышку. Вот и все. Так это вы так пар выпускаете, да? Ну, в определенной мере, да. Я никогда в себе точно не ставил цели стать известным, публичным и всем остальным. Хотите, я всегда исхожу из следующего. Не хотите, не слушайте. Хотите, слушайте. И это базовое, что вы на меня не влияете. Нравится? Послушали, присоединились, поставили лайк. Нет, послали меня нахер. И то, и другой вариант меня абсолютно устраивает. Что вы в таком случае считаете главным делом в своей жизни? Вот не то, что вот побочный эффект как-то так случилось, а то, что вы, так сказать, on purpose. Дети, девочки просто-просто супер, блин. И чем маленьче, чем они меньше, тем лучше. Потому что когда они вырастают, они уже становятся как-то совершенно другим продуктом. А так дети – это прямо самое лучшее. Все остальное, черт подробнее. То есть в этом смысле работа для вас никогда не была чем-то определяющим в жизни? Или нет? Нет, не была. Это просто инструментарий. Но и раз это инструментарий, то это не может быть абы какая работа, не знаю, там, офисный червь с 9 до 5, 5 дней в неделю. Нужно что-то другое. Технически я, конечно, могу посидеть с 9 до 5, никаких проблем. Боюсь, что только все всем будет от этого хреново. Но я в основном... Почему? Вы всех замучаете за это время? Конечно, у меня электричества слишком много. Поэтому я генеральный директор в основном. Вы скажете, поэтому меня к генератору надо подключать. Да, и это, кстати, тоже. Потому что без работы мне плохо. Это правда. Это физически фигово. Но при этом работа – это не способ дотяжения какой-то цели, потому что с амбициями, как мы выяснили, это тоже где-то на антресолях. Просто электричество надо куда-то спускать. Не спустишь, порвет просто как бы ту зигрелку. Вообще вот не все, но многое из того, что вы описываете. Видите, опять же, я уже произносила эту фразу, что годится для того, чтобы быть таким политическим, харизматичным лидером. Человеком, который вот вокруг себя это вот какое-то движуху такую создает. Но в политику вы не то чтобы сильно заходили. Хотя заходили. Ну, в 16-го года я куда-то там выдвигаюсь. Говорил Попову, я еще помню, когда он был молод и красив. Просто другое дело, что я не воспринимаю то, то, что у нас движется, является политикой. Поэтому я воспринимаю это так. неким побочным эффектом. То есть мы в феодальном государстве все-таки живем. Какая тут политика? А тем более, а вот сейчас так это она вообще. Харам, харам, харам. Сейчас надо быть орденоносцем и вовремя правильно поднимать... Сколько там у комсомол-то орденов? Ну, понимаешь, к сожалению, эти ордена, там орденов отваги там не было за взятие каких-нибудь сел. Там были, к сожалению, все ордена попроще. Но там в середине 90-х ты был какой-то кусочек политики? Или не до того было? Ну, в 90-х как раз не было. Я бы как раз очень слабо этим интересовался. В силу возраста или... В силу того, что считал, что... Да, нафига. Это уже как бы сейчас, уже с прошественным времен, понимаю, что это было не очень правильно. Но факт остается фактом. То есть все-таки есть вот этот вот ретроспективный взгляд? Ну, слушай, это весьма бессмысленный взгляд по причине того, что... Прошлого не вернешься. Можно поучиться чему-то в прошлом? Нет? Не важно. Потому что это не... Ты не можешь вернуть то время, ты не можешь вернуть те условия. Ну, да. Потому что был тогда... Да, поэтому нет. Прошлого не существует, и будущего тоже. Есть здесь и сейчас. Увы я. Ну, от этого скорее грустно. То есть получается, что как бы... Не очень понятно, на что именно ты влияешь. Потому что здесь и сейчас уже происходит. Ну, скорее всего, ты не на многое. Ты очень на малое влияешь. Ты влияешь только на самого себя. В этом и есть эффект бабочки. Хотелось когда-нибудь уехать. Потому что, может быть, все это строилось бы лучше, интереснее, шире где-нибудь в другой стране. Потому что там, в том комьюнити, куда ты переедешь, ты приезжаешь на точку минус пять лет. А поскольку я, по большому счету, все-таки больше как-то интроверт, чем экстроверт, как любит говорить, я бы не стал бы там устраивать какой-то комьюнити отдельно. Я бы скорее начал бы смотреть на то комьюнити, которое есть. Хотя комьюнити, я уже лет шестнадцать, как человек, который там регулярно бываю. Костюм или костюм-пиджак эмигранта я примеряю регулярно. Но я не вижу. Туда можно поехать на пенсию как-то. В Мариинский лазник или в Карлово-Варо просто на воду. Или там в Прагу гулять по Карлово-Мосту. Но фундаментально что там делать? Получается, что условно там внутри коммунистического режима вы могли совершенно спокойно свою собственную систему строить. И если кто-то хотел присоединяться, то он присоединялся. А в другой стране это уже не сработало бы. Я думаю, что да. Плюс ко всему назвать тот режим, в котором мы находились, или я там рос коммунистически. Но это надо было. С большой долей скеписис. Он был не сильно отличался от этого. Его очень сильно перемалывал решение Елицина. Но коммунизмов или социализма в том режиме было не особо много. Но это все-таки был исход уже в 70-е, 80-е годы. Там коммунизм и социализм был по-моему. Это было больше маркетинговая фишка, чем какой-то реальный Трамп. Для вас это прям расцвет-расцвет или на этом графике ровненько? На этом графике ровненько. Потому что был 98-й год. Приход ВВ ну никакой. Совсем. Вот. Когда еще был жив, даже была какая-то статья точно с таким же заголовком. Тогда был кто вы мистер Путин а был кто вы мистер Потапенко. Потому что я тогда начал переделывать пятеру в Москве и все удивлялись почему она так уперла. Какие связи, какие там с Яковлевым и там с Лужковым или с Гавриевым Поповым. Такие такие были конспирологические версии. Вот. Так что... А вы когда такое видели, как на такое реагировали? Ну то есть про вас пишут какие-то конспирологические теории и ваши реакции? Ну на меня Танечка, простите. На меня заказы регулярно делаются по... Я вот помню в 19-м году. Нет, в 18-м году уезжаю. В отпуск. В комсомолке тогда прихожу, в Ньюсрум. Говорю, мне приходят ребята такие веселые на Ньюсруме и говорят, слушай, на тебя тут заказ поступил. Я говорю, хоть сколько денег-то? Ну и там озвучивают сумму. Потом в январе как раз там в том числе меня там и Соловьев, как говорится, но он Владимир Рудович, надо сказать, не стал. Марат сам пригласил какого-то там хмыря, и тот вот там проезжался какой я бездарный, никому неизвестный и вообще пустышечный чмо. И ничего у меня за душой нету, и я вообще это такое. Правда, я сам же этот компромат написал в 16-м году. Это было всегда смешно, когда каждый раз вытаскивают компромат, который я же сам же написал. Нет, ну в 18-м это уже можно было попривыкнуть, но когда такое происходит первый раз, это вызывает какую-то реакцию или скучную девочку? скучную девочку. Скучную. Ну я всегда, когда пишут какой-то компромат, я его всегда говорю, я подтверждаю. Хороший, хороший способ. Ну потому что конечно человек же ждет, ты начнешь оправдываться, но это как раз эффект как раз тухлой селедки. Когда ты говоришь да, согласен, есть что-то больше обсудить. А с учетом того, что все пользуются компроматом, который я сам в 16-м году уже разместил и поднял, и поскольку все линятся и не создают его новый, даже когда был последний избирательный, соответственно в прошлом году. У них, правда, возник прокол, потому что прошлый компромат, который я написал, что у меня за душой нет ничего, а тут начало всплывать, что оказывается у меня там чуть ли не пол Америки принадлежит. Я сказал, вы как-то определите с версиями, либо у меня голая жопа, либо вот там Бэнкф Америка, но это как бы начали якобы находить акции. Всего чего не плохо. Я говорю, какую-то версию выберите. Я согласен на любую. Ой, боже, я даже не могу себе представить, что должно произойти, чтобы это произвело на вас впечатление. Вы кажетесь максимально таким уравновешенным, невозмутимым человеком. Слушай, ну когда долбодятлы, в том числе и на Эхо, проект Айт называлась, они мне пытались точно так же вскрыть, как консерву, что у меня за душой ничего нет, какой на меня должно было произвести эффект, и это при этом я еще потом работал на Эхо. Я что, должен был начать, они мне там позвонили, у меня стояла переадресация на телефон, я их там соответственно потроллил по телефону, пришел к ним на программу. Я не знала этой истории, сколько всего интересного. Свет очей моих, поэтому... Я же, я человек, который живет в утреннем эфире, мой как бы, ну, я живу в другой части дня. Поэтому, что вообще, о чем вы рассказываете мне сейчас? господи, поэтому... Ну как я должен относиться к этим людям, или что, должен был при этом, не знаю, к венику сказать выше. Вот эти придурки, они на хера. Мне, конечно, там... Подошли ребята там другие, наш с тобой небезызвестный генерал разведки. Говорит, ты что к ним поперся вообще на программу? Говорит, попросили, я пришел. Мне не жалко. Детей потроллить, это только святое. Вот это неожиданные подробности. Да, но дела давно минувших дней. Вообще, сейчас начинаешь все про это вспоминать, кажется, что было в позапрошлой жизни. Поэтому, когда ты задаешь вопрос, как я должен к этому относиться? Если, если там работаешь в комсомолке, то тебе пацаны прямо в ньюс-рубе говорят, у тебя заказ. Приходит тут Никита и... Нет, это я понимаю. Просто, ну, я думаю, что первый раз, наверное, могло бы вызвать удивление. Или любопытство. Может быть, ну, скорее, мне было бы любопытно. Типа... Нет, я знал, кто заказал. Да нет, почему? Я знал, кто заказал. Я знал, откуда пришли деньги. Поэтому, что, у меня, у меня, у меня особых проблем, что-то из этого устраивать, там, как-то, ребята, ну, вот мне там на серии, я тогда еще на серебряном дожде еще работал, сказать, они говорят, что нам там, надо какое-то опровержение? Говорят, ребята, вы что, зачем какие-то опровержения? Я что, буду доказывать, что я не верблюд? Нет. Кто заказал, я знаю. Кто против, кто у него является его контрагентом, который ему голову свернет, я тоже знаю. Поэтому по-тихому удавлю нахрен, подонка, в гребной яме. Поэтому ничего экстраординарного. Зачем вот эти все публичные... В вашей книжке по карате разве можно, вот там написано было про то, что можно по-тихому утопить в яме? Но он же, он же, как говорится, он-то хотел, чтобы было публичное осмеяние третьими руками, а я же тет-а-тет. Так что, все абсолютно четко. Кто с мечом к нам придет, тот оторал и погибнет. Я тут разговаривала просто с Евгением Читьваркиным, который мне рассказал тоже про книжку по карате, которая произвела на него большое впечатление, хотя в несколько странном формате, потому что первым делом он прочел там, что если есть возможность избежать драки, лучше убежать. Это правда. Это абсолютная правда. Это оно так и работает? Если вы можете избежать физического контакта, лучше избежать физического контакта, потому что вы при всех ваших данных о спортивных достижениях вы не знаете, что может произойти. Нет. На практике приходилось это как-то проверять? Приходилось, но подчеркиваю, ведь ты же должен понимать, что ты не знаешь, что хочет сделать человеку. Потенциально какой он урон хочет принести тебе? Он может случайно хотеть тебя убить. А это означает, что и ты должен его убивать. А это любое боевое искусство, оно называется боевое искусство. Возвращаясь к вопросу про амбиции, неамбиции и работоспособность. Вам вообще как проще быть, как было проще, быть наемным работником или быть работодателем и работать как начальник? Я всегда наемный работник, потому что не бывает такого, это абсолютная иллюзия, что начальник, даже организатор какой-то компании, он является наемником. наемник с еще большим степенью ограничений, которые он даже себе не представляет. У кого он наемник у государства? Нет, он наемник у своих клиентов, он наемник у своего персонала, он наемник с такими степенями ограничений. Это абсолютно извращенные представления, что организатор или предприниматель это не наемник, еще больше наемник, наемник это с 9 до 6 и зарплата 5-го и 20-го. А предприниматель первые 3 года в джоб бывает с минусами абсолютными. Сколько лет в общей сложности вы так пробили будучи предпринимателем? Я периодически сажусь на жопу ровно, абсолютно. У меня регулярная ситуация, когда ты то не было в алмазах, то нет денег на билет в метро. Вы чисто эмоционально нормально воспринимаете вот эти переходы и перепады? То есть без слова модное уже какое-то количество лет дауншифтинг не страшит вас? Нет, абсолютно. Я очень легко, когда началась мобилизация, выезжал на плацкарте на 36-ом месте на верхней полочке через Омск Петропавловск и через сутки ровно через двое суток отмокал в крутейшем Мэриоте метров на 60. Мне похер абсолютно, что так, что я и то, и другое нормально спринял. Это потому, что вы не цените комфорт или потому, что дискомфорт вас не беспокоит? Не то, и другое. Ну, у меня нет понятия дискомфорта. То есть, мне как это, трусы-носки чистые, рубашка чистая, норм. Помыться есть, где, соответственно, кровать больше длины, чем моя высота, норм. Ну, в плацкарте этого нет, например? Ну, нет, да, там пришлось ехать букву изю, потому, что коротковато все-таки полочка в плацкарте, особенно у туалета, 36-ое место, оно такое, не ахти. Ну, вполне нормально. К полевым условиям, если что, готовы? Более того, я, поскольку до Омска ехал, наверное, перекладных практически сутки, я 9 часов на скамеечке в аэропорту, по-моему, в Боркуте, что ли? По-моему, ничего-то, поспал, хорошо, под голову подложил, все, обувь, великолепно спит. Вы вообще сильно эмоции испытываете? О, не. Или только в тот момент, когда вас к динамо-машине подключают? Нет, ну почему, у меня радуют, у меня радуют дети, 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 это прямо радость всей жизни. Моя, особенно младшая, это прямо, конечно, испытываю. Хорошо, а то, так разговариваю, думаю, человек практически где-то, это, в дзене постоянной медитацией находится. Приблизительно, я всегда говорю, что я большой дзен своего уже давно отрастил. Вспоминается диалог из Мстителей, когда Халк, ну вернее, в образе еще доктора Бреннера говорит, да, профессора, да, Бреннер говорит, вы хотите узнать, в чем мой секрет? Говорит, да я просто постоянно очень зол. Да, да, приблизительно так. Такой Человек-Халк на максималках. Когда ты утром видишь, соответственно, сожженный труп с огнестрелом, а вечером ты видишь, как люди просаживают, мне кажется, что вот это было очень хорошим таким маркером, когда я видел, с учетом того, что ты видишь их теперь во власти всех этих персонажей. Вот эти люди, которые у вас на глазах там в казино что-то вытворяли, но не добирались до морга. Нет, когда ты знаешь, когда ты видел Виталия Милонова еще со времен, когда он был помощником старовой, с такой веселым причесончиком, а теперь он прям такой, то я как-то, я вот у него брал интервью на серебряные дожди, он говорит, у вас-то, у вас был, ему понравилось интервью, которое я у него взял, но я его, потому что я вот его видел в нескольких и поостаясь, когда я там, точно так же, как нашего любимого Рогозина, помню еще по Крундинской набережной, когда он давал Конгресс с Русским общим, так что, знаешь, когда-нибудь выйди вы, я не говорю про то, что я на ночь с него президента Владимира Владимировича при Сапчаке и при Яковлеве, и помню, выйду на пенсию, напишу мемуары, помру, помру молодым. Ой, господи, и вот этот человек мне в самом начале говорил, что не любит вспоминать, а сам, на самом деле, все помнит и готовится. Это же не означает, что я не люблю вспоминать, я как-то, я очень хорошо молчу, у меня есть две опции, я очень умею хорошо молчать, это вторая опция у меня, великолепно развита. Это точно так же, как про программу АП, и после этого долгие годы работы на ЭХО. Ну, по идее, я должен был там, или на работа на Комсомолке, я же должен был сказать, что же вы, твари, делаете? Я же ваш товарищ, что же вы такое, что же вы занимаетесь такой гадостью? Ну, они, они, они молодые, господи, господи, глюпи, решили, как говорится, дядя Диму, как говорится, заляжку покусать. Вы когда были молодой, пробовали кого-нибудь заляжку покусать? Не, я очень, как-то, у меня есть своя какая-то полянка, а дальше, мне похрен, я, у меня вот эти разоблачения, каждый, как-то, выбирайтесь своей колеей, не лезьте в мою колею, дальше своей колеей, выбирайте. И всегда смотри пункт первый, между казино и моргом я видел их всех. Да, промежуток очень, очень, очень маленький, прям очень. Вот где оковалась философия Потапинга. Да, Листья Листьев был тому яркий пример, хороший, интеллигентный пацан, но не туда пали. И грустите по людям, которых нет больше? Нет, ты знаешь, я считаю, что на задаче живых отдать себя и мертвым. Там, ну, первых родственников я сохранил очень, ну, у меня, прабабушка моя умерла на руках реально, физически. И, в общем, про тело нельзя скорбить. Ну, тело надо просто быстро захоронить. В зависимости от вашей религии, там, в течение суток, до восхода солнца, через течение трех. А вспоминать родных и близких вот всегда это нормально. Но тело, все, что касается тел, надо обслужить очень быстро. И вот здесь не должно быть никаких, чем быстрее, тем более. Пройдем к власти, Ленина похороним. Я бы сказал вот так. Уже касательно Владимира Ильича, это все-таки скорее научный эксперимент. Не очень, на мой взгляд, уже человечный. Но сложно сказать, ну, то есть я уже отношусь именно к научному эксперименту. Потому что если бы он уже как-то был в другой какой-то ипостаси. Все, что касается бальзамирования, все, что попыток сохранения ткани, это все должно иметь место быть. В данном случае вот у нас есть такой подопытный, на мой взгляд, как раз первый, кто должны быть за захоронение, как раз коммунисты, но они в несколько другой парадиге. Потому что это уже реально научный эксперимент достаточно такой. Что там от Ильича осталось бедного несчастного? Прям бедный несчастный. Сейчас ты уже понимаешь, что то, что ты его захоронишь или сожешь, он уже не ответится. Ты знаешь, когда в свое время мы с Лешкой Егоровым, Лешкой Егоровым на МТВ, мы с ним снимали программу «История всероссийского плавмана». Он снимался в том числе и в моих магазинах. Там был такой забавный сюжет. Там как раз Левитас снимался, но там много кто снимался у меня в магазине. У нас отбирали в этот момент лицензию алкогольную. Ну, так по беспределу. Ну, отобрали. А там рядом был чипок, который крышевали соответственно продавался алкашку в подвале, а у нас магазин был такой цивильный. Вот. И когда авиалушку сняли, мне позвонили из ФАСа, говорят, «Дмитрий, мы знаем, что с вами обошлись. Очень неправильно. Вот сейчас вы сейчас можете». Ну, пригласили на беседу, я приехал к ним. Там один из заместителей Артемия Павловна. Я ему сказал, «Слушайте, парни, вы знаете, вот я как-то пинать павшего льва самое поганое дело». Поэтому он говорит, «Ну, ты, значит, свои вопросы порешал». Нет, я говорю, есть некое внутреннее мироощущение. Если бы обратились, когда отбирали у нас лицензию, тогда вопросов бы не было. Когда вы как паскудок собираете заявы от коммерсов, когда уже сняли, какого-то чиновника, сорян, вопрос не в том, что я пострадал. Да, мы пострадали очень сильно. Мы на 300 штук влипли. Грина в наш магазин закрыли. Нахрен. Но вот такого мерзотной мстительности во мне не существует. даже по отношению к Путину? Даже по отношению к Путину. Потому что когда вот сейчас критиковать его методы управления, да, я считаю, это нормально. А когда если его завалит кто-то другой, я частенько говорю, что я скорее всего буду его адвокатом. Да, ну ладно. Вот после всего, что он сделал, есть хоть один повод его защищать? Всегда есть повод защищать, даже по последнему убить. Потому что все вопрос кто сделает вот этот выстрел. Потому что если он случайно ошибется, он окажется в нашей власти, судить его нужно за доказанное преступление. Если мы этого доказать не сможем, просто я же не спорю, что суд должен быть честным, открытым и справедливым. Просто он должен быть. Такой не факт, что он будет. Скорее всего, его не будет. Большинство диктаторов доживают свой век весьма неплохо. Но не все. В основном статистика показывает, что больше 70% доживают весьма неплохо. Поэтому критиковать буду, указывать на неверности буду. Но если он случайно попадется, то судить нужно исключительно только по доказанным фактам, а не априори. Кто бы это ни было. Иначе мы превращаемся в... Иначе дракон тот же самый превращается. В этом основная проблема. Мы забываем, что дракон, но он в нас. Надежда есть? На что? На нас? На хоть на что-нибудь. На нас надежды нет. Но гражданское общество надежды нет. Потому что я его хорошо знаю. Принимаем участие в выборах я могу сказать, что от разных партий левых, правых, сербур, малиных я могу сказать, что общество после 1861 года не особо сильно поменялось. Мы достойны того правительства и той власти, которая у нас есть. Абсолютно достойна. Она не паразитирует над нами. Мы ее дети. А она наш внук. Хорошо. Есть ли надежда для ваших детей, что они будут жить в лучшем мире? Нет. Они могут только выбрать. Я, как говорится, моя задача разложить пассианс. Дальше как они этот пассианс разыграют? Не знаю. Моя задача это дать образование, здоровье, какое-то там базисное меню. Как они будут разыгрывать? Не знаю. Дети не моя собственность. дети моя надежда, радость, но может быть печаль. Рука немедленно уже как-то к чему-то тут надо прямо выпить. Что так грустно? Наоборот, очень хорошо. просто как говорится, да. Вы же опять-таки исходите из концепции, что что-то является лучшим, а я исходил из концепции фактически дзен-буддизма. Что все является просто движением. За движение. Мне тоже нравится. И немедленно выпил. И подвинулся вперед. Спасибо большое, дорогой Дмитрий Валерьевич, за то, что нашли для меня время. Дай Бог всем достичь дзен-буддизма в наше непростое время. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно напишите в комментариях, как вам понравилось, ли, может быть, что-то удивило, порадовало или, наоборот, расстроило. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Александра Плющева и буду благодарна, если подпишетесь на мой канал. Всем пока! Редактор субтитров Редактор субтитров